Всем хай! Это очень тяжелая штука, она реально размером с меня. В общем, сходила я в Sephora. У нас, кстати, все еще тоже Sephora существует, называется уже EldeBatte. Существует, называется? Я, короче, увидела там вот такой огромный адвент-календарь. Эльдар, я не знаю, сколько он весит, потому что, мне кажется, если я этот адвент-календарь сейчас уроню, я себе точно что-то сломаю, это было бы не супрожелательно. Короче, я купила вот этот вот адвент-календарь. Вот этот вот адвент-календарь. И сейчас мы с вами будем их распаковывать. А еще мне дали в подарок вот такой вот, я не знаю, адвент-календарь или что, но выглядит тоже неплохо. Во! Пакет такой, знаете, вот от души душевной, самую душу, не иначе. В общем, за эти адвент-календари я отдала 200 евро. Ну, 190, если быть точнее. Это примерно в рублях 1014. Вот это. Итак, давайте, наверное, начнем с вами смотреть на вот эту маленькую штучку-дружку, потому что, мне кажется, это самая интересная часть. И вы знаете, ну, как бы вот такие вот подарки не похожи на тестеры, и это очень вызывает у меня огромное уважение. Кстати говоря, на тему подарков уже совсем скоро Новый год, и я ни на что совершенно не намекаю. Мне сейчас так грустно, ведь я снимаю это видео в одиночестве, и только лишь этот подарок мое сердце согревает, а еще может согреть вашу подписочку. Тык. Мне осталось, в общем, совсем немного подписчиков, и у меня будет 3 миллиона. И если это случится, то один вот такой вот подарок не будет стоить вообще ничего, потому что самое бесценное этого. Подписывайтесь на мой канал. О, нифига себе. Блин, я, 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 я в шоке. Посмотрите, это же, ну, типа, этот подарок, который мне дали к покупке двух адвент календарей. И здесь полноценный travel size крем для рук. Достаточно немаленький, я не знаю, как это правильно называется, но он реально немаленький, из каких-то миллилитров. Ну, конечно, информации на них нету. А флакон с духами. Мне кажется, это просто шикарно. Боже. Имейджин, чтобы все подарки были такими. Так, что он здесь по размеру? Ага, вот этот малыш-карапуз на 4 миллилитра, а вот этот вот немалыш-карапуз 50 миллилитров. Блин, очень знатно. Вообще, прям порадовали максимально. Надеюсь, это видео в дальнейшем будет меня радовать так же. Ну что, с какого календаря будем делать, начинать распаковку? С того, что поменьше. Кстати, я что-то объясню, почему я взяла календар от Benefit. Хотя Benefit, ну, не то, чтобы самое, наверное, интересное, это в календаре делают. Ну, и календар Sephora, потому что им можно сделать что-то плохое или защищаться. В том году, я надеюсь, что я вкладывала это видео, я делала распаковку на адвент-календарь от Benefit. И, честно говоря, там было все очень отстойное, потому что были высохшие туши, там была какая-то просто мракобесина, и я этому не поставила лайк вообще ни разу. Ну, прям было очень плохо. В этом году я увидела в Германии точно, по-моему, такой же адвент-календарь. Если честно, по-моему, там реально абсолютно то же самое. Мне кажется, меня опять обманули, продали адвент 21 года. Ну, здесь ничего не написано, мы вам потом проверим. И я хочу просто понять, тут тоже будет все высохшее и не ок? Или здесь в данной ситуации будет ок? Поехали. Выглядит адвент-календарь вот таким вот образом. Мы начинаем с вами с циферки 1. Кстати говоря, достаточно удобно все это вытаскивать, потому что не нужно ничего драть. Слушайте, упаковка прям реально до жути похожа на то, что было в том году. И да, 100%, не знаю, это новый адвент-календарь или старый, но я прям этого очень хорошо помню. Вот эта вот штука для бровей 100% была, прям миллион процентов. Второй номер. Довольно-то как конфеты. Вот действительно что-нибудь вкусное сожрать, а не это вот все. Это у нас eyeliner, как бы подводка. И все еще сектор приз этой подводки на барабане в том, что вот реально кажется все совпадает. Я столько миллионов раз уже сказала о том, что все совпадает, что было бы проще включить, знаете, компьютер и посмотреть, было ли в том году видео с таким же адвент-календарем, или это все развод. Я не понимаю, потому что я заблуталась. А может здесь информация? Какого года адвент? Какого хрена они вообще не написали, какого года адвент? Слушайте, вообще нигде нет никакой цифры. Не 21, не 22. Может, у меня в чеке есть? Нет, я не успокоюсь. Девчонки! Конечно, здесь не написано. Кстати говоря, этот адвент-календарь стоил 70 долларов. Сколько это в рублях? А, простите, евро. 70 евро. Номер 3. А, красиво сказала она, и не смогла вытащить ничего. Сейчас 100% будет миниатюра какой-то лучше. Вот я вам отвечаю, так и будет. Ну, я же отвечала. Так и было. Цифра 4. Будет ли тут совпадение с просвободненьким календарем или нет? Посмотрим. Ура, цифра 4. Какую хрень ты мне предложишь? Так, а вот сейчас такой текстур, я не помню. А, нет, это будет фор-затирка. И да, абсолютно фор-затирка. Класс. Людей, конечно, которые не смотрели в том видео, в том году это видео, оно может показаться достаточно странным. Но я надеюсь, что я достаточно быстро смогу вас порадовать, и мы вместе с вами быстренько это распакуем и придем к чему-то реально интересному. Номер 5. Будем делать в формате очень быстрой распаковки. Тушь. 6. Маленькая штука для бровей. 7. А здесь будет сейчас бронзер или румяна. Румяна. Номер 8. И снова тушь. Девятка. Фиксатор для бровей. Ну, это вещь, которая мне сейчас нужна. Ой, кстати, ну, он прям точно свеженький. Пинцет, понимаете, нет у человека, нету пинцета. Ну, что я могу сказать про фиксатор бровей, которым пользовалась миллион раз? Ну, он. Найс. Десятка. Кстати, ничем не пахнет. Мне казалось, что эта бумага должна быть рафинированная. Или пахнет, я не знаю. Но это прям вообще такая база, знаете, по-моему, этого средства уже миллион лет. Кстати, а на средствах-то написано, наверное, должно быть. Какого года выпуска все это? Как вообще должна узнать срок годности, если тут нет никакой информации? Она была человеком упорным, открывающим это средство. Пьяхала. Выделала цифру 22, и я такая уже возрадовалась. Но нет. Мы с вами приближаемся к финалу, потому что сейчас у нас цифру 11. И снова затирка для пор. Ведь в продукты совсем не выходила. Не, ну это жесть, конечно. Я просто в ужасе. И последняя цифра. Цифра 12. Может быть, на цифре 12 будет хотя бы какой-то новый продукт. Потому что, ну, здесь реально сказать нечего. Нет, там будет подводка. Ой, это, господи, подводка. Тушь. И да, в 12 номере была тушь. Вау, как необычно, как интересно, здорово. Может быть, тут есть информация про выпуска этой туши? Его нет. Я не знаю, как это снять адвокат календарь. Мне нет друзей. Мне реально продали прошлогодний адвент, так что распаковку и трэш-обзор продуктов можно глянуть о ссылке. Ааа, блин, я зла, почему они не пишут год? Иногда в жизни происходит такая ситуация, когда вот ты как бы хочешь что-то сказать, но не можешь. Хочешь, но не можешь. Вот это вот про меня сейчас. Поэтому я молчаливо покажу вам адвент сеффора. Весом в 100-500 миллионов тысяч килограмм. Это, наверное, самый долгожил данный, самый желаемый адвент календарь для меня в этом году. Кстати говоря, интересный факт, он тоже есть. В магазинах было очень много разных адвент календарей от сеффора. Их прям было штук 5 или 6. Но это был самый дорогой. Я купила. Я просто пока его не слой, я пожалела, что его купила. Он был какой-то как-то базу. Наверняка сейчас какую-то жесть положили. Ну, чё-ничё, посмотрим, когда я справлюсь с этой застежкой. Итак, внимание. Выглядит, конечно, красиво. А внутри как он выглядит? О, потрясающе! Кстати, зацените, какие большие здесь эти фигли-мигли. У меня есть смутное подозрение, что здесь будут собраны реально сейчас полные размерки. Но потому что если вот здесь будет лежать маленькая, менять в руле travel size, я не знаю. Я буду фанатом вот этой коробки. Она будет у меня теперь всегда. Я вот здесь цепочку такую сделаю. Буду ходить с коробкой. Отвечаю. Короче, давайте посмотрим. Циферка 1. Ой, какое всё приятное. Вау-вау-вау. Там и... Ребят, это тайник был. Я думала, 12 продуктов. Ну, ладно, класс, коробочки такие большие, пойдёт. Я единицу вытащила, а там смотрит на меня 13, а я смотрю на него. Ты не шути со мной. Цифра 1. Не поняла лойку в этой коробке, но допустим. Типа, видите, здесь есть дырка. Но ты в неё просаживаешь, она ничего не открывает, потому что открывается здесь. Значит, это нормально. Они будут до этого закапываться. Но про нормальные я бы не верила в это. Марио Бодеску скинкер. Фэшл спрей, вызалоя, всякая фигня и кокос-вода. Ну, фэшл спрей, так фэшл спрей. Теперь почитаем, что это. Не знаю, но что-то прикольное. Сколько здесь миллилитров? 59. Класс. Не, ну, слушайте, абсолютно уважаемая 59 миллилитров. Трубая вещь. Пока я выражаю удовольствие. Эд, как произошло? Пиздец, кажется, сейчас будет пожар. Там, походу, коротнуло и стало вонять. О, да? Да. Есть смутное подозрение, что это был какой-то тайный знак, что мне не стоило говорить плохо про адвент-календари. Простите меня, пожалуйста, великий адвент-календари. Я больше и слова про холл про вас не скажу. Я просто буду добавлять негативные субтитры. Или молчаливо говорить о своём неодобрении и молчаливо-презренно выражать своё недовольство. Например, так. Цифра 2. Блин, вы никогда не догадаетесь, что там, потому что такого... Ну, это реально роскошь бутиков. Такого в адвент-календарях я не ожидала увидеть. Ребятки, смотрите, что у меня есть. Холли-полли – российский бренд косметики, созданный специально для инновационного ухода за кожей и волосами. Эти продукты были созданы под вдохновением от корейских систем ухода. А это, смотрите, сейчас я вам покажу. Это новая музыкальная коллекция Холли-полли. Тут каждое средство – это какая-то знаменитая песня. И здесь просто огромный выбор. Я хочу попробовать усадить дизоген. Как раз вот губам сейчас вообще нехорошо, а это должно стоить в ситуацию. Здесь какое-то нереальное количество бальзамов для губ. И каждый день я выбираю новый вкус. Сегодня я выбрала роз-шампейн. Кстати, это прям топ. Это так вкусно пахнет. Давайте посмотрим, что у меня еще есть. Вот такие вот гидрогелевые патчи. Они против темных кругов и против мешков под глазами. Пытательный крем для рук Sweet Cookie – это то, что нужно в холодное время года. Он очень быстро впитывается, хорошо питает и потрясающе пахнет. Кстати, можно собрать офигенный подарок на Новый год от всего ассортимента бренда, в котором можно найти в сети магазинов косметик «Золотое яблоко» или «Магнит косметик». Ссылочку на все это я оставляю вам в описании. Ребят, офигеете! Худо Бьюти! Худо Бьюти! Полноразмерный продукт! Одна эта подводка, блин, стоя, как мне кажется, 10% этого адвента календаря. Она полоразмерная, а как так-то? Жесть! Ладно, настроение поднимается. Мы выжили, девочки, мальчики! Ой, я плюнула на адвент. Извини меня, малыш. Никто не видел, что ли они на адвент. Сифер три! Слушайте, что-то как-то очень роскошное. Мне кажется, это пранк. Они знали, что я буду снимать обзорами на этот адвент календарь. Положили у меня классные штуки. Аугентюз Бадер Дефейс Эйл Виза ТФС-8. В общем, вот так. Что-то как будто с красным цветом качество, и картинки хуже, да? Во, сиреневый! Отличный цвет! Все мы о перпулем, потому что он сиреневый. Цифра четыре, и здесь прям вообще коробок такой, знаете? Конкретно, и сейчас будет какой-нибудь кушен от Dior. Кушен я, конечно, сломаюсь. Это, конечно, не кушен от Dior, но это, блин, огромная приблуда. Так-то ее размер весьма великий, гигантсток. А что это? Гель для душа? Не пробовала. Ну, ребят, слушайте. Потратила деньги в удовольствие, первый раз реально наслаждаюсь, что адвент календарь я на распаковываю. Думала, будет грустно, но нет, мне очень весело, не с кем-то придется делиться. Шучу, конечно, я в итоге все это даже раздам, как обычно. Цифра пять! Боже, чувствую себя детем. Так, ну здесь у нас как бы полноразмерный продукт с помадкой от Cephora. Это было бы странно, если бы такого продукта не было представлено в этом адвент календаре, поэтому лайк. Шестерка. Что-то, кстати, легкое. Это этот, Шарлотта Тилбери, да? Офигеть! Шарлотта Тилбери это очень дорогой бренд, а тут мне тупше от нее положили. Я не знаю, честно, сколько стоит она, у меня вообще нет ни одного продукта. Я знаю только, что люди любят раскрывать адвент календарей про нее, потому что у нее, типа, крутые адвенты. Я, кстати, их ни разу не брала, потому что они дорогие очень. О, это прям класс! Вообще, я буду первый раз пробовать Шарлотта Тилбери. Круто! Семь. Опа! Это, короче, бренд Let's Mark Noil. Когда я ухаживала за своими волосами, и у меня не было цели, короче, сделать так, чтобы они были всратые, я вот это вот использовала, и у меня реально были волосы очень гладкие. Не знаю, это было из-за того, что продукция хорошая, или у меня, может, просто, в принципе, был комплексный уход. Не такой, надо валить, как сейчас. Но средство класс, и я точно помню, что оно было очень дорогим. Я в салоне покупала обычный шампунь, вот от этого бренда, типа, тысячку-четыре. Еще в году, наверное, шестнадцать, конечно, да, когда я была. В Лондоне. Сифра восемь. Да вы издеваетесь. Да вы издеваетесь. А это туфейс. Это довольно-то календарь. Мне кажется, они ошиблись. А он точно сто долларов стоил у Никасар? Ладно, не буду спойлерить тебе. Но это, это вообще как? Мне кажется, я вот эту вот позицию открыла, это уже больше, чем сто евро вышло. Вот эта фигня, это полноразмерка. У меня таких помад дома дофига лежит в Москве. Типа, почему? Почему? Да, а как? А как так-то? Я в ужасе. И в восторге. Но это как бы два в одном, это приятно. Я так рада. Боже. Номер девять. Я думаю, вот тут уже моя реакция. Это просто будет буквально все вот так. Ну, как обычно на обложке базирует. И это тарт. Румяна. Полноразмерка, очевидно. Что просто происходит? Ребят, я не могу. Я жду конца этого видео. Во-первых, потому что мне правда интересно все это получить. Если бы мне такой адвент-календарь подарили, вот прям вот мне, вот в текущей реальности, хотя казалось бы, у меня куча косметики, я бы просто обослалась бы отчасти. Ну ладно, на это бы я, наверное, не сделала. У меня была бы безумно бесконечно рада и счастлива, потому что адвент-календарь максимально уважаемый. Десятка. Я не могу понять. Я забыла, что это. У меня это было... Да я оттерла! Офигеть! Короче, у меня эта штука... Помните, у меня были бьюти-боксы? У меня эта штука была в бьюти-боксе. Я думаю, что упаковка знакомая, но у меня была в другом размере. И это очень крутая штука. Максимально мега крутая штука. Я в абсолютном восторге. Это, блин, ну я не знаю. А, все, хватит. Одиннадцать. Не, ну вот Селен Гомес, конечно, спасибо большое за то, что положили. Но вот косметика Rare у меня не пользуется никаким уважением, но она очень дорогая. Я думаю, вот эта вот хероборина, это, кстати, тушь. Ну, тысяча двья она бы стоила минимум. А я все еще напоминаю, что коробка-то у меня стоит всего семь тысяч в пересчете на валюту. Ну, восемь, ладно, даже если возьму по максимальному курсу. Жесть. Денадцать! В этом видео я не могу не спросить у вас, какое у вас любимое число. У меня семнадцать. Интересно, здесь класс контент. И по цифрке двенадцать у нас... Это маска для волос. Но вот этот бренд дорогой. У меня подруга им пользуется. В целом, я так поняла, что тут ничего дешевого нету. Сам дешевый продукт, который здесь был, лучше Цефор. И я чушусь не потому, что я не понимаю, а то, что пытаюсь вспомнить. Я с великим удовольствием впервые в жизни за все мои проверки календарей. Из-за того, что я помню, естественно, возможно, я что-то забыла. Я прям радуюсь этому календарю максимально. Слово говоря, мне никто не платил, потому что бренда, в принципе, у нас уже давно нету. У нас он снова стал Эль-де-Бате, и, естественно, там такой продукт не продается. Тринадцать. Это цифра, которая вызывает у меня уважение. Ordinary. Это какая-то хайповая вещь для кожи. Я ее не пробовала, но я ее миллион раз видела в рекламе. Она миллион раз попадала мне в рекомендации. Я в какой-то момент хотела ее купить. А потом, когда я пришла в магазин, я увидела, что вот то Ordinary там миллион, и они все разные, и мне стало лень читать, и я в итоге ее не купила. Но теперь, так как они решили за меня, чем мне пользоваться, я почитаю инструкцию конкретно вот про вот это средство. И попробую его использовать. Надеюсь, оно мне понравится так же, как все, хваляя на отзывы в интернете. Странно быть довольным человеком. Мне не умею выражать свою радость. 14. Прайнер. Для лица. Make up forever. Очень хороший. И такой актель неприятный. Прям вау. Хватит числа от лица. 15. По звуку там что-то разбилось. Сейчас осторожно открою. Она не разбилась. Она просто разлеселась на пару кусков. Но смотрите, за счет того, что здесь была вот такая вот защитная штука, это румяна или что это? Это румяна или помада. Оно никак не испачкалось и не испортилось. Блин, это просто везение. Представляете? Я достаю это из календаря. Я понимаю, что это не заслуг календаря, а заслуг бренда, не более того. Но за счет того, что здесь вот такая защитная фергня была. Кстати, я первый раз вижу такую защитную фигню. У меня нет в данном продукте. Я не была. Спасло средство. Балдюш? Балдюш. Кстати, это можно попробовать, потому что это что-то для губ. Мы будем пробовать нанести на губы. На губах ничего нет. Это явно не мой цвет, но такая штучка пойдет. Как будто там мады стало хуже. Во! Не вижу нормальные прически, они меня бесят. Скоро, кстати, пойду снова волосы красть. Конечно же, блонд, но это будет оттенок, который никто не ожидал. 16. Не знаю, что это, но это что-то черное. Там жижа черная, смотрите. Вау! Что за черная жижа? Я заинтересованная. Первый раз такое вижу. Господи. Так интересно жить. Восторг. Что это? Карбон стар, карбоновая звезда. Окей, допустим. Что мне с этим делать? Это что-то для ночи. Цифра 17. Пожалуйста, не будь говеной. Это все, чего я прошу. По весу тяжко. Мне это вообще не нужно. Это очень полезная и очень дорогая вещь, что называется лаплет. Уверена, что, возможно, блондинки про это слышали. Это типа такая бодяга, которая защищает волосы, окрашенные, делает их шелковистыми. Цифра 17 мне не понравилась, потому что это не для меня. Но хайр перфектор, уверена, кому-то из моих знакомых будет мужем. 17. И здесь у нас что-то подождите. Я все, потому что такая его маска такая, ну, наконец-то, вот верну, положили. Они положили три продукта в цифру 18, и это корейская косметика и не сфри. Я не знаю, что еще добавить по этому поводу. Только лишь слова. Цифры, за которые я голосовал номер 2. И это продукты цифоры, полноразмерные, для ухода за лицом. Ладно, это более полезно, но я предпочла, конечно, декоративку, но ладно. А это у нас получается с сыром, с витамином С и витамином Е. Хорошая абсолютно вещь, но в плане состава. Витамин С в косметозе, это прям супер. Это знаете, как им пользоваться. 20-я цифра. Маска для лица. И смотрите размер. Я не знаю, я просто не понимаю, как уже умиляться всему, что я вижу, но я умиляюсь всему, что я вижу. Сколько стоила эта чертова коробка? Она реально какая-то бесконечная. Цифра 21. Ага, нет, эту вещь я даже комментировать не хочу. Это Benefit туши. Мне хватило туши от Benefit. Ничего личного Benefit, но нет. Уходи назад. Все. 22. И здесь какая-то штука была вот в такой вот штуке. Что это? Это маленькая малыш Baby свеча. Вау, Rituals еще бренд. Это очень, типа, считается Европа крутым брендом. Они всякие пахучки и вонюшки делают. Блин, это реально очень вкусно. Вау. Жаль, что вы не можете понюхать, потому что это прям класс. Это свеча со вкусом сакуры. Она просто потрясающая. Она великолепная. Она. Ребят, у нас остается два стула. 23 и 24. По весу, я думала, может быть, палетка теней, но очень легкая. 23 начнем. О, маленькие духи. Это у нас получается 4 мл. В принципе, как вот и в той подарочной штуке. От Пакарабаны. Блин, да, они очень смешные. Окей. Допустим, 4 мл. Это действительно не самый большой объем. Но согласитесь, вот эта вот упаковка выглядит nice. И да, я никогда не буду засирать что-то или докапываться, если, ну, по факту, все нормально. И даже упаковка она милая. Ну, духи, они не для меня. Они супербазово звучат, как мне кажется. Но, опять-таки, это абсолютно коммерческий запах. Он всем победит. Я-то вообще люблю восточные ароматы, по-моему. Терпкие, восточные, дают те самые. Ага. Со мной они явно не ассоциируются. Ну, что поделать? Если увидите ванюшку, которая пахнет какой-то арабской ночью, вот это вот я буду. Итак, номер 24. Последний. Что внутри? Смотрите вы первые. Я пытаюсь оценить. Итак, ну, это абсолютно точно наборанная палетка контуринга или теней. Это кто? Очень странно выглядит, что это. Опа! Наташа Динона. Слышала много раз проект бренд, не пробовала ни разу вообще. Не знаю, но знаю, что очень многие визажисты или кто там классно специализирует в косметике, хвалят. Первый мой Наташа Динона. Кстати, не с говно цветами даже. Не буду ни хвалить, не буду ни ругать, потому что... Криняна крутой, сказала она. Реально прикольно. Мне будет интересно это нормально потестировать. Я оставлю этому адвент календарю просто миллион из миллиона. Страшно представить, сколько это бы все стоило по отдельности. Здесь, кстати, никакой информации на эту тему нет. А я вас всех люблю, всех целую, и пусть у вас в жизни будут только вот такие вот классные подарки, которые вам класс. И люблю вас. Пока!